Это привязанность. Что такое привязанность? Рассчитывать на счастье. Допустим, у меня есть ребёнок, хороший такой ребёнок, хороший, и он мне даёт счастье, и я на это рассчитываю. Так? Это означает, что дальше от этого ребёнка начнутся страдания, потому что он в единицу времени, веда объясняет, человек, меняется в сторону утяжеления кармы. То есть маленький ребёнок был, мало кармы на него действовал, он был хорошеньким. Потом он стал взрослее, на него больше кармы действует, стал не таким хорошеньким. Потом ещё взрослее, больше нехорошеньким, ещё взрослее, ещё больше нехорошеньким. А мать-то привязалась к тому, который был хорошеньким, и она ждёт, когда же он теперь станет хорошеньким-то, А он не становится, и она переживает. Она говорит, Олег Геннадьевич, я за сына переживаю. Нет, вы не за сына переживаете. Вы переживаете за свое чувство счастья, на которое вы рассчитываете в своей жизни. Вот за что вы переживаете. Это не бескорыстное чувство. Я не за себя, Олег Геннадьевич, переживаю. За сына. Нет, моя хорошая, вы переживаете именно за себя. Потому что сыну как раз нужно наоборот, чтобы его оставили в покое, а не переживали. Он об этом много раз и говорит, мамочка, пожалуйста, не переживай, оставь меня в покое. Много раз говорит, но мамочка не понимает. Она говорит, я для тебя, сынок, стараюсь. Нет, не для тебя, а для себя. Я хочу наслаждаться сынком своим, поэтому я и стараюсь. Но как сделать так, чтобы он был счастливым на самом деле? Для этого надо оставить его в покое. Означает искать счастье внутри себя. Веды говорят, внутренняя жизнь является основой счастья. Допустим, я взяла, помолилась за сына. Смотрите, сразу успокоилась. Как вот сделать так, чтобы за сына не переживать? Я трясусь за сына, переживай. Потому что ты неправильно живешь, твоя жизнь идет в неправильном русле. Как сделать так, чтобы за сына не переживать? Надо сесть перед святым человеком, начать поклоняться ему, кланяться ему. Думать, Господи, какой же ты возвышенный. Я хочу тебе служить. Жить по твоим законам, по твоим принципам. Как ты живешь? Это называется молитва. То есть молитва означает перенятие сознания. У Бога, у Его слуг. Ну то есть, кто более доступен. Если Бог доступен, пожалуйста, можно у Бога перенимать сознание. Если слуги Бога доступны, то есть святые люди у них. Человек внутренней жизнью, когда живет. Ну, допустим, человек не знает, что есть молитва, есть Бог. Хорошо. Внутренняя жизнь означает, я желаю всем счастья. Желать всем счастья сидеть. Я желаю счастья этому человеку. Я желаю счастья этому человеку. Я желаю счастья этому человеку. Внутренняя жизнь. Отдавать. Значает отдавать. Забыла. Про сына забыла, что у него плохо. Молишься. В сердце появляется, так как человек живет в правильном русле, идет, жизнь его течет в правильном русле, у него в сердце появляется сила. Он чувствует силу внутри, удовлетворенность, спокойствие. Почему? Потому что, когда человек в правильном русле идет, всегда внутри, в сердце возникает радость, счастье. Откуда это берется, феномен, интересно знать. Поэтому человек ищет, куда мне идти в жизни, куда мне идти, почему он ищет? Потому что он чувствует, что там что-то не то. И веды объясняют, что вот это что-то не то, что я чувствую внутри. Это и есть та личность, ради которой мы живем. Там вот что-то не то или что-то то. Веды говорят, в сердце человека есть представительство Бога.